Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 октября, день Григория, назван в честь преподобного отца нашего Григория, игумена, обители на Пельшме реке, Вологодского чудотворца. Познав суету мира, он отверг ее и покинул родительский дом. Пришел в Желтоводский монастырь к преподобному игумену Макарию, принял от него пострижение. В монастыре поучался подвигам иноческой жизни. Особенно он преуспел в постничестве. За строгую, добродетельную жизнь Григорий принял на себя сан священства. Сегодня наши предки готовили постельные принадлежности на зиму. Старую солому, которой были набиты подушки и матрасы, сжигали, а новые набивали. В преддверии праздника покрова наводили порядок в доме, выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежий с соломой. Вообще сегодняшний день связан с соломой. Наши предки считали, что солома вбирает в себя силу земли. Простые люди рождались на соломе и на ней же умирали. В быту широко ее использовали. Набивали постельные принадлежности, использовали для изготовления занавесий для окон. И, конечно же, кормили соломой скотину. Сегодня молились Григорию и просили, чтобы замена соломы в доме пошла во благо. Знатоки по старой соломе судили о состоянии здоровья человека, который на ней спал. Внешний вид и состояние соломы рассказывали о недугах, которые только начинались, не говоря уже о болезнях. А старухи в это время еще сжигали свои лапти. Была распространена традиция обливать детей через решето водой. Для этого их ставили на порог дома и обливали. Считалось, что такая процедура поможет защититься от болезни, сглаза и порчи. В результате чего ребенок будет жить в достатке. Порог дома, квартиры считаются границей между домом и другой, то есть потусторонней землей. А решето символизирует достаток. Для излечения сглаза у детей следует на заре сходить к трем ключам и набрать воды. Дома слить воду вместе и этой водой умыть ребенка трижды, при этом читая молитву или заговор. Идти за водой и обратно надо молча, не кланяясь, не отвечая на приветствие и не оглядываясь. Приметы. Если сегодня выпал снег, то в ближайшие дни наступит потепление. Если на липе и березе не осталось листьев, год будет легким. Если листья еще видны, зима будет суровая. Снег лежит сухой, лето будет урожайным. У нас сегодня в гостях специалист по питанию китайскому питанию, по питанию не простому китайскому, а по пяти первоэлементам Наталья Ивина. Вот она как раз расскажет и покажет блюдо, с помощью которого можно укреплять желудок, селезенку и поджелудочную железу, которые у многих страдают. Итак, обратимся, что это такое за это питание вообще? Как вы к нему пришли? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сама лично я пришла к этому питанию пять лет назад. Впервые обратившись к такому специалисту, у меня были проблемы со здоровьем. Одна из основных – сильная усталость, недостаток энергии, апатия. И через некоторое время, буквально через 3-4 недели, после того, как я изменила питание, а именно исключила ряд определенных продуктов из рациона, а ряд продуктов определенных я добавила, после этого я где-то через 3-4 недели почувствовала результат. И спустя год… А как результат? В чем он начал выражаться? Ну, я стала себя лучше чувствовать, увидела прилив энергии, появился румянец на щеках, захотелось действовать, быть более активной. Прошли боли в ногах, которые на тот момент у меня были такие сильными, и я не знала, как от них избавиться. В общем, довольно-таки быстро я почувствовала изменения. А вот что за питание раньше было? Боли в ногах? Я думаю, в основном у меня возникает человек белковой пищи, если чрезмерно много переедает, там, допустим, творога, мясо, типа как подагра, не подагра. Что там у вас было? Ну, в данном случае, в том случае у меня были отеки. Отеки с точки зрения китайской медицины связаны с проблемами с селезенкой. Это очень слабая селезенка. И мое питание как раз было таким, что оно и очень сильно ослабляло в тот момент. Это в основном был творог, кисломолочные продукты, бананы, очень много сладостей, печенья, конфеты каждый день. Я не могла жить без булочек, пирожных и так далее. То есть в основном у меня было такое питание. И огромное количество черного чая. Черного чая? Все. И я не готовила, честно вам скажу, ничего, ни круп, ни супов. В основном это, я работала в офисе, и все, что я ела, и плюс еще много кислой капусты. Скажем, вот в основном это была моя диета, потому что я считала, что она очень полезна для здоровья. Что тут много сырой пищи, я от нее не поправлюсь, но такая еда поспособствовала тому, что селезенка ослабла. И в связи с этим вот эти все симптомы усталость, чувство, оно все возникло. То есть вот смотрите, вот как раз мы подходим к интересным таким вот вещам. Вот сначала у Наташи все было нормально, да, вот, и она решила, ага, надо изменить питание вот так вот, вот так вот, где-то там прочитала, от кого-то там узнала и начала действовать. И в основном по литературным источникам получается, что вот это так влияет, это там сбросится вес, это то, это все, и пятое-десятое, да. Но когда мы вот, знаете, чрезмерно или постоянно что-то начинаем применять, то это начинает нашу энергетику, нашу физиологию потихонечку сдвигать. И вроде бы сначала ничего, вы так чувствовали, да, да, и все хорошо. А потом вот этот сдвиг, знаете, как говорится, перегиб палочки случился, и Наташа не поняла, а откуда, вроде бы, я питаюсь правильно, ну, с учетом там журналов или еще каких-то знаний. А получается какой-то обратный результат. Вот, и что вам диетолог этот сказал, китайский? И мне рекомендовали убрать из рациона, в первую очередь, все эти продукты, то есть, то, что я перечислила, все продукты из белой муки, а именно пирожные, булочки, белый хлеб, печенье и так далее, лапшу, затем все продукты, содержащие белый сахар. А черный чай? И черный чай, в том числе. Потому что он дубит наши сосуды. А черный чай, как потом я уже узнала, черный чай оказывает не столь положительное влияние на наш организм, так как он относится к элементу огня, а огонь, как известно, сушит, обладает такими свойствами, да, он сушит, высушивает воздух и так далее. И черный чай из-за этого сушит нашу кровь, то есть у нас есть такой термин, сушит кровь и выводит железо из организма, поэтому черный чай нельзя. Пятнадцатый лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погружиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok